Так у вас боль внутри, вы не знаете, куда бежать. Надо идти к другу, не к психологу, не к астрологу, к другу. И ваше сердце почувствует облегчение, даже если он не знает, что вам сказать. Он просто с вами поговорит, и вам станет легче, потому что через верных друзей действует Бог. Бог только может дать облегчение человеку, только через верных друзей. Почему молодой человек из Беларуси приехал ко мне на лекцию? Как вы думаете? Потому что есть только один вариант для него получить облегчение. И он его сейчас получает. Так ведь? Так. У меня тоже есть такие варианты, как у вас. Я тоже должен идти тут, когда это невозможно. Улыбаться, когда над ним издеваются, потому что есть верные друзья. Я когда на границе там сидел, ко мне подошла одна девушка, говорит, Олег Геннадьевич. Я верю, что вы не будете беспокоиться сейчас из-за того, что происходит. Я вообще вас не видела, чтобы вы так беспокоились, как сейчас. Мне кажется, что вы легко преодолеете все эти трудности. Когда она мне говорила это, мне становилось легче. Бог послал мне человека. Он мне говорит, ну ладно, сейчас я тебе помогу. Она... Я начал вдыхать-выдыхать воздух. Ну, то есть я почувствовал, что мне есть поддержка здесь, что все нормально. Меня ждут в этой стране. Социальная сила означает человек, наполненный этими отношениями. То есть препятствия, несправедливость, они сами заложены в основу этого существования, этого мира, в котором мы живем. Но способность это все принимать означает какая-то внутренняя энергия. Эта энергия идет от дружеской позиции. Когда человек настроен любить вас, он дает силы. И эта сила, она будет давать возможность жить. Если у вас нет социальной силы, нет мужа, нет работы, или она слабую позицию имеет, значит, у вас мало силы. Ну, допустим, жена издевается. Почему она издевается? Потому что, может быть, она только родила. Когда женщина рожает, она теряет очень много психической энергии. Очень много. И откуда ей брать эту энергию? Естественно, она настроена брать у мужа. А как женщина берет психическую энергию мужа? Она проявляет эмоции и долбает его совершенно беспардонно. Потому что она имеет все права. Вот. Муж, естественно, страдает. Он видит в этом несправедливость. Но у нее нет выхода. Она истощена. Ей нужны силы. Она родила ребенка. Теперь она забирает силу мужа. Что делать? Нужны верные друзья. Иначе не выживешь. Ну, то есть, разобраться с человеком сейчас ты не сможешь, потому что он в аффекте. Он истерит, мучается, как бы кричит. Причина та же самая, что у ребенка. Вот, допустим, если мы любим кого-то, мы даем ему право так себя вести. Вот, допустим, маленький ребенок кричит. Вы его убиваете за это, нет? А почему он кричит? Вот он кричит, он беспредельничает вообще, маленький ребенок, когда кричит, он беспредельничает? Как он кричит? Со всей силы. Сколько есть. Приятно это слушать? Нет. Почему? Потому что, и кажется, что он так кричит вообще. Можно же поспокойнее как-то объяснять. Да никто не будет объяснять спокойнее. Если человеку плохо, он начинает беспредельничать. Это естественно для него. Да. Вот. И то же самое взрослый делает. Вот если, допустим, жена кричит. В чем причина? Не то, что ты плохой, она тебе будет кричать. Ты плохой, я тебя не люблю. Ну, что обычно жена кричит? Ты плохой, я тебя не люблю, я зря с тебя вышла замуж. Что это означает? Я устала означает. Мне плохо. У меня нет сил. Там еще что-то. Ну, примерно это. Больше ничего не означает. Нет смысла этим словам вообще придавать никакого значения. Теперь что делать? Надо посмотреть, где трещина. Допустим, вот мне, моей жене, надо периодически оставаться одной, чтобы ее никто не беспокоил. Она тогда восстанавливается. Другой, допустим, женщине нужны какие-то другие варианты. Ну, допустим, куда-то съездить, что-то купить, еще что-то. Ну, то есть у каждого свое. Пойти на какой-то кружок, умелые руки, умелые ноги, там, еще что-то. Ну, то есть у каждой женщины свое, и надо ей дать возможность отдыхать. И тогда она не будет истерить. Может, она сама даже не знает, что ей надо. Надо изучить это. Но в целом, когда человек беспредельничает, везет себя плохо, значит, он плачет просто, как маленький ребенок. Вот чего ребенку не хватает? Может быть, он не выспался, ну, пусть выспится, тогда он успокоится. Может быть, он хочет кушать, ну, пусть покушает. Может быть, он хочет на улицу, так? И когда на улицу его вытаскиваешь коляске, он успокаивается, перестает плакать. Может быть, он хочет на ручки, да, чтобы его пожалели. Хорошо, возьми на ручки. Какие еще варианты бывают? Писать, какать, да? Еще какие? А? Зубы режутся. Ну, тут ничего не сделаешь уже. Надо просто внимание, любовь, ласку. Хорошо. Жена, когда пищит, кушать? Вряд ли она сама может покушать. Спать? Ну, тоже мало. Хотя, может быть, если женщина с маленьким ребенком, она не высыпается, 100%. Значит, ее надо пытаться ей дать возможность поспать. То есть, сон в данном случае уже выход. Если она будет высыпаться, то она будет лучше себя вести. Дальше сон решили вопрос. Теперь, внимание, ласка, тоже важно. То есть, подходить к ней, гладить ее по голове, говорить, моя хорошая, моя дорогая, я так тебя люблю. Я говорю, ну, хоть ты ее не любишь, потому что мы все друг друга не любим. Это просто надо понять, что ты говоришь это для того, чтобы сделать счастье человеку. Но мы вообще не можем любить на самом деле. Можем только наслаждаться друг другом. В этом проблема. Но надо все равно говорить, я тебя люблю, потому что эти слова сами указывают на любовь. Если ты говоришь, значит, это уже лучше, уже приятнее. Вот. Уже она успокаиваться будет. Дальше что можно еще сделать для нее? На улицу ее вводить надо. Потому что все люди страдают сейчас от того, чтобы не хватает энергии.